Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Фрогес, и сегодня я научу вас делать огненный текст. Ну, он так называется в простонародье, а нормально же его название это Сабер. Пошло оно из After Effects, да, там есть плагин Сабер, который имеет кучу настроек, у нас же просто простенький Сабер, самый обычный будет. Вот. Поехали! Итак, приступим. Для начала я покажу пример на обычном тексте, ну, то есть, как сделать Сабер текст. Так, создам обычный текст, как и всегда, ну, то есть, самый обычный текст, никаких обводок, ничего не нужно делать. Теперь переходим во вкладку Видеофикс и ищем такой эффект, как с Age Detect, вот, с Age Detect. Я уже сделал пресеты, то есть, вот он у меня, Сабер, да, и знаете, что я вам посоветую? Посоветую скачать вот, именно вот эту вот настройку с Age Detect, именно у меня скачать, потому что она там очень тонкая, что ли. В общем, вот этот ползунок, он настроен очень тонко, я бы сказал. Ну, то есть, тут между делением 0 и 0,0, то есть, вот видите, 0,0,0 показывает, но на самом деле там 0,0,0 и сколько-то там тысячных или сотых, да? То есть, ну, вы поняли, я думаю. Так вот, у меня оно здесь настроено, то есть, вы просто скачаете это и зайдете в проект и сохраните себе, да, то есть, с помощью пресетов. То есть, наберете Сабер здесь и нажмете Save Preset. Вот, и он у вас останется, то есть, его используйте обязательно. Больше его настраивать никак не надо под себя пытаться, потому что он уже настроен, то есть, это база, все. Накидываем его на наш текст, вот так вот, вот. И, пожалуйста, у нас уже текст получился какой-то неоновый, да, то есть, неон какой-то. Но у него еще нет подсветки, поэтому еще рано его назвать неоном. Продолжаем. Следующий эффект, который нам понадобится, это с Bubble. Warp Bubble, да, Warp. Я буду зумить название, чтобы вы видели. Вот у меня тоже здесь уже есть пресет Сабера. Я его тоже, пожалуй, оставлю вместе с тем пресетом Detect. Это, ну, чтобы вы просто лишний раз не переписывали вот эти вот все значения. Сразу оговорочку сделаю. Все, что вам нужно изменить в этом Сварбабле, все, что вам можно изменить, да, чтобы не испортить полностью ничего. Вы можете изменить именно направление, то есть, сейчас покажу вам. То есть, смотрите, видите, оно двигается вправо, как бы. Сабер двигается вправо. То есть, вы это можете изменить, то есть, вы можете, вот эти вот два ползунка, вот эти отвечают как раз-таки за направление. То есть, вот сейчас стоит 50, это вправо, значит, оно будет. Если я поставлю здесь в начале минус, то оно будет уже в левую сторону, да. 50 это скорость, с которой будет именно двигаться. То есть я могу поставить меньшую, там допустим 10, и оно будет очень-очень-очень медленно. То есть вот вы видите, да. Вот, я же сделал просто обычное, то есть 0,0,50. То есть это стандарт, выглядит в принципе нормально. Нижний же ползунок отвечает именно за верх-вниз. То есть если мы сделаем здесь вот 50, здесь 0 поставлю, чтобы наглядно было видно. То есть я ставлю здесь 50, и смотрите, то есть сайбер идет вверх. Ну тут уже, знаете, вкусовщина, то есть кому-то может нравиться, что он вверх двигается, кому-то влево, кому-то вправо. То есть вы сами уже отрегулируете это, я же оставлю просто на 0,0,50 движение вправо. После этого нам нужно накинуть такой эффект, как сглов, да, сглов, вот он. То есть я тоже уже сделал пресет сайбера, и просто его накину. Вы же можете либо скопировать вот здесь все настройки, либо просто взять из пресета, да. То есть я оставлю это, пожалуй, все в описании. И смотрите, вот уже получился сайбер. То есть если мы отключим Bubble, то у нас получится неоновый текст, вот такой вот. Но если мы включим Bubble, то у нас уже получается сайбер. После того, как мы накинули иглов, все, что нам останется сделать, то есть кто-то может уже заметил, а кто-то нет, то если мы приблизим текст, то мы видим, что вот здесь я почему-то черный, а ведь сайбер по сути прозрачный, то есть обводка должна быть. Для этого нам просто нужно будет нажать вот сюда, вот это Composition Mode. Я все что не знал, как он называется до того, как начал записывать тутер. И здесь нам нужно просто выбрать, ну то есть скрин поставить. И видите, все, пожалуйста, черное пропало, и осталась только обводка. Так, ну на примере текста я уже все показал. Теперь можем приступить к объекту, то есть так же можно сделать и с объектом. Но с объектом оно там капельку сложнее будет, в плане того, что там понадобится еще один эффект. Я возьму, давайте, аниматянку, лисицу, так уж и быть не буду брать. Зря только скинул на рабочий стол. Вот у нас тянка с прозрачным фоном. Вы также можете делать с любой картинкой, то есть в Photoshop заходите, просто ее вырезаете, как вам надо, и закидываете сюда, то есть с прозрачным фоном уже, да. Но это уже сами разберетесь. Сейчас я ее выправлю, чтобы она перемещаться могла по всему экрану. Вот, пожалуйста. То есть у нас есть тянка, мы сразу делаем дупликат, то есть дублируем, потому что нам понадобится два слоя тянки, как и в After Effects, потому что, ну, в смысле в After Effects тоже используются два слоя, когда объект нужно обвести. Сразу замутим первое, ну, в смысле верхнее, верхний слой, чтобы он нам не мешал, потому что на него нам не нужно никаких эффектов применять. Все практически так же, как и с текстом, но сначала мы должны сделать маску. Для этого просто пишем маск и маск-генератор используем. Тут уже пресет готов, то есть альфа-маск вот этот выбираем, и вот видим, все, у нас тянка стала белой. Сейчас объясню, для чего это делается. Дальше ищем с Age Detect, все так же. То есть сейчас я объясню, для чего используется маск-генератор. То есть, смотрите, если мы его отключаем, то получается, что у нас все контуры картинки обводятся, то есть вот вы видите это, да. С маск-генератором уже обводится только контур. Это то, что нам и нужно. С Age Detect я накинул, дальше продолжаем. Это у нас будет уже Bubble, да. Так, с Warp, Warp Bubble, да, не забывайте. Вот, пожалуйста. Ну, то есть все то же самое, что и с текстом. Зачем я это проговариваю, не понимаю. Вот, пожалуйста, готово. И также, видите, у нас черное, типа переносим выше, отключаем Mood и смотрим, что типа не просвечивает. Также просто берем, ставим Screen и, пожалуйста, обводка. Теперь у нас обводка персонажа имеется, да. Если бы мы не использовали маск-генератор, то было бы вот так вот, да. Ну, то есть такое. Ну, может, кому-то это и тоже понравится, так что маску можете убрать. Но мне вот это вот не нравится, например, да, вот когда вот такая вот херня. Ну, и на этом все. Урок как бы должен подойти к концу. Но, но, я вас должен научить еще менять цвет. Для этого ищем с Хуэ, то есть пишем вот с Хуэ Set Bright. Я не знаю, как это читается, потому что с английского у меня хорошо. Так, и просто вот это, вот этот ползунок Хуэ Shift, просто его перемещаем и меняем цвет таким образом. Ну, то есть вот меняем на нужный нам цвет какой-нибудь и все, в принципе. На этом урок по саберу подошел к концу. Это очень просто. На этом все. Подписываемся на канал, ставим лайки. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok